здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и мы сегодня вяжем девчонки топ вот у меня образец короткого топа еще не украшен я просто для наглядности его вы можете связать на любой размер на детский взрослый абсолютно то есть что вам нужно я вяжу резинкой 2 на 2 она достаточно эластична спицы три с половиной миллиметра и пряжа у меня очень точно тонкая акрил в 50 граммах 305 метров то есть 600 метров в 100 граммах очень тоненькая пряжа вот видите и вяжу спицами три с половиной миллиметра если вы возьмете два с половиной миллиметра вообще будет красиво ну что там не захотелось заморачиваться изначально мы что мы вяжем образец берете любую пряжу девчонки привязок на пряжу абсолютно нет берете любую пряжу вяжите образец и вычисляется свою плотность вязания так что единственное что хочу сказать учитывайте то что вот видите она тянется спинку мы вяжем такой вот прямоугольник начинаем вязать резин полой резинкой вот она то есть мы набираем сверху вяжем 6 6 или 8 рядов полой резинкой и вяжем резинкой 2 на 2 вот у меня связан 2 топ вернее старая спинка вот она видите из петли закрыт то есть прямоугольник деталь переда вот она и вот она уже в готовом виде то есть вы ровно вяжете да вот этих вот чашечек как бы треугольничком это практически до вот этой полой резинки вот длину вы регулируете как хотите можете вообще вот такой вот короткий коротюсенький топик связать это уже на ваше усмотрение единственное что на что обращу внимание разница вот в этой тонкой пряжи я думаю летний топ из толще пряжи вы вязать не будете спинка у меня на 20 петель уже перед а здесь у меня 100 и 120 петель на этом тупике маленьком он у нас где-то на xs размерчик вот сейчас я вам не измерю ширину чтобы вы примерно понимали значит видите свободном состоянии это 22 сантиметра потом измерю а вот этот вот топ я вижу у меня спинка 120 петель вот она а передняя деталь сто сорок петель для чего это сейчас я объясню вот они сто двадцать двадцать четыре сантиметра тут но учли 24 этаж в спокойном состоянии он растягивается вот почему я сейчас объясню немножечко почему у нас спинка уже переда потому что нам нужно на передней части как бы вот это запас на грудь девчонки потому что если они будут детали одинаковые то у нас грудь извините за выражение будет вываливаться вот поэтому ну и сейчас я вам расскажу в общем сказала про разницу в пить в петлях то есть примерно это 10 15 процентов плюс да ну шире далее делим нашу переднюю часть и деталь переда вот я вам сейчас покажу мы ее делим пополам это у нас будет я буду показывать на этом здесь понятнее это у нас будет видите середина то есть мы будем делить пополам и вязать каждую часть отдельно далее каждую из этих частей мы тоже делим пополам и пациент так нам нужно чтобы центральные петли у нас были лицевыми то есть это может быть у вас получится на изнаночном ряду это не важно девчонки потому что у нас деталь двухсторонняя мы просто потом выберем ту сторону в которой у нас центральные будут две лицевые петли вот у меня здесь ссора 140 петель и я буду вязать 70 вот 70 петель у меня две петли идет на вот эту центральную полосу и здесь у меня по 34 петли я поворачиваю буду вязать только вот эту вот половинку видите получилось что здесь у меня мы попали в половину поэтому я буду вязать вот эти вот две петли то есть я подвину на 35 петель а здесь у меня будет 33 петли то есть в сторону проймы мы двигаем если что если у нас не совпадает это по количеству сейчас обозначу вот мои две лицевые которые у меня будут ведущие я провяжу до конца ряда и в лицевом ряду я буду делать сокращение то есть эти две лицевые у меня попадают на лицевой ряд здесь вот одну петлю я перенесла из боковой части сюда сторону выреза то есть здесь у меня осталось 33 петли а здесь образовалась 35 и 2 вот центральные петли они у меня получаются лицевыми вот теперь вот здесь в этом топе у меня получилось очень хорошо разделить а в этом не очень поэтому девчонки сдвигаем одну две петли перемещаем так теперь я вам покажу как я буду делать эти сокращения в каждом лицевом ряду то есть не в каждом ряду а в каждом втором ряду через ряд для того чтобы эти две петли у нас были как бы выделены как бы центральными так вот они смотрите две лицевые петли здесь я меняю местами беру одну петлю отсюда и 1 отсюда вернее сокращают с этой стороны одну петлю меня и с местами провязываю 2 вместе это тот же реглан здесь ничего не меняю местами провязываю 2 вместе вот таким вот образом то есть здесь у нас будет все сходится в центр сокращением у нас будут в центре по сторонам от вот этой линии в 2 2 петли и идем вот так вот мы сокращаем вверх до нужного нам количество петель которые до ширины которую мы хотим по сути так вот смотрите девчонки вот так вот мы вяжем сейчас конечно она выглядит так странно надо достаточно но на теле потом она все выглядит очень даже хорошо и достаточно такой податливая такая модель хорошо приспосабливается к телу так значит мы вяжем делаем эти сокращения до того момента пока вот мы не видим вернее до того до такой ширины какой мы хотим бретельку да если на этом бежевом тупе у меня тонкие бретельки они из 8 петель можно сделать еще тоньше то есть эту можно завязать за шеей и пришить пришиваем уже на теле как бы уже то есть чтобы сидела все хорошо вот я сделала длиннее потом я либо распущу либо это будет завязываться за шеей далее еще один момент а здесь у меня 16 петель вот здесь у меня будет широкой бретелька и она будет фиксирована на спинке то есть пришита на спинке теперь вот здесь вот тоже зависит от не так зависит от вашей плотности вязания вот здесь можно вставить резиночку для для того чтобы держался топ и где-то он как бы фиксировался это только в том но это в том случае если вы одели и чувствуете что он сползает вот сюда вставить резиночку тонкую и здесь зафиксировать по бокам вот но все я вяжу бретельку потом вторую половину точно также определяю вот центральную и вяжу точно также сокращаю и бретельку вывязывать вот девчонки видите я связала вторую половину точно также длину лямок я вижу приблизительно потом уже нужно регулировать на человеке булавочкой прикрепить а потом уже пришить чтобы уже точно был была посажена как бы лифт был посажен или стопик был вот сшила боковые швы девчонки по сути ничего здесь нет вся сложность заключается только вот в этом моменте но это даже я считаю не сложность так что я думаю вы сможете определить ширину своего топа какой вам нужно связать а потом уже по мере вязания длину и так далее и ширину лямок на свое усмотрение далее украсить украсить можно как угодно я вот у меня остались маленькие таки немного не так я связала оба топа из остатков на вот этот вот у меня ушло 100 граммов два матка а на тот у меня ушло 50 граммов на короткие девчонки ориентировочно и вот у меня остались нитки и мои любимые бусины вот я сделала такие вот цветочки если уж кого-то заинтересуют я обязательно сделаю пишите в комментариях я сделаю мастер и вот такие вот на бежевый топ ну вот так вот я решила украсить потому что я их хочу выложить выставить на эти на продажу поэтому простой топ вряд ли купят а вот как-то его украсить думаю он будет такой иметь свою индивидуальность и пусть даже он там просто будет и не продаст а для украшения магазина пусть там будет вот девчонки то есть украсить вы можете на свое усмотрение хотите расшейте бисером просто без цветов хотите цветами хотите лепестками вот чем угодно как хотите так и украсть на этом все девчонки с вами была дикой школа рукоделия всем пока украшения